Всем привет любителям армрестлинга! Сегодня мы с вами поговорим на такую тему, как почему из пал профессиональной лиги армрестлинга начали уходить спортсмены ВАВ, Всемирную Федерацию Армрестлинга. Также поговорим про новую чудо-ручку Дениса Цыпленкова и турнир в Чечне «Штурм», где спортсмен за абсолютную категорию может выиграть 10 тысяч долларов. Денис Цыпленков в своем инстаграме продемонстрировал новый необычный, на первый взгляд, тренажер. Он назвал его «руковый рот». Данный тренажер пока что в единственном экземпляре. Денис Цыпленков сделал подробный обзор. Смотрим видео. Друзья, всем привет! Собственно, о ручке. Значит, длина 33 см. Баранки по бокам у меня по 2 см. Для чего баранки я уже показывал. Садимся, делаем отведение, приведение. Вот такая вот тема. Значит, ручки у меня получаются по диаметру 2, разные. Чтобы у нас разный хват был. 55 мм, 65 мм. И регулировочная шайба. Влево послабее, вправо посильнее. Собственно, пока так. Вес 4 кг. Посмотрев видео, можно сделать вывод, что данный тренажер будет пригоден для армрестлинга, так как он будет укреплять нашу кисть, отведение, которое непосредственно задействовано в борьбе за столом. Всю подробную информацию вы сможете найти у Дениса в инстаграме. 26 марта в Чеченской Республике будет проводиться турнир, где в абсолютной категории можно будет выиграть 10 тысяч долларов и 6 тысяч долларов за победу в категории. Организатором турнира выступает Морбек Хасиев, основатель Лиги Смешанных Единоборств ACA. Это будет уже третий турнир, но он впервые пройдет в открытом формате с приглашением всех сильнейших рукоборцев. Борьба пройдет только на правых руках в 4-х весовых категориях. 75, 85, 90 и свыше 95 кг. И также абсолютки. Своё желание выступить в Чечне уже изъявил Сергей Богословов. Байсангур Салтыханов и Григорий Лящук. Спортсмены начали уходить из ПАЛВАВ. На данный момент перешли такие известные российские спортсмены, как Александр Безязыков под сейдонимом Скулбой, Байсангур Салтыханов, победитель первенства России и мира, также чемпион мира 2018 года. Алан Макеев, серебряный призер чемпионата мира и победитель Кубка мира среди профессионалов. И Заурбек Ходов, с недавнего времени приобревший популярность, засветившись на канале железного рейтинга. И также своими поединками, выиграв Алана Макеева, Антона Корчина и других спортсменов. Почему же эти спортсмены решили перейти в АЛВАВ? Прежде чем понять этот вопрос, давайте разберем все плюсы данной федерации. Самым главным плюсом является то, что у них есть государственная поддержка. Каждый год они проводят чемпионаты Европы и мира, где со всей планеты съезжают спортсмены. И хотелось бы отметить, в данной федерации в АЛВАДы осуществляется допинг-контроль. Если спортсмен попадает в сборную своей страны, Министерство спорта платит ему зарплату и в большинстве случаев помогает с финансированием на Европу и мир. Также спортсмены могут выступать на различных турнирах, которые проводятся в федерации по всему миру. Только у нас в стране, в России, достаточно много престижных соревнований, где в качестве приза выступают деньги. Тот же самый сибирский медведь, где за первое место среди мужчин в своей весовой категории платят 45 тысяч рублей, а в абсолютном первенстве по сумме двоеборы 80 тысяч рублей. Также вы можете выполнить официальные звания мастера спорта, мастера спорта международного класса и заслуженного мастера спорта. Перечень выполнения данных званий вы можете почитать на официальном сайте Армрестлинга России. После перечисленных всех плюсов, есть один главный минус – это огромная конкуренция, пожалуй, как и во всех других видах спорта. По поводу федерации ПАЛ я не буду говорить какие-либо плюсы и минусы. Хотелось бы послушать ваше мнение в комментариях. Почему же спортсмены начали переходить в другую федерацию? Лично мое мнение заключается в том, что у спортсменов нет стабильности в плане финансового положения, в отличие от федерации ВАФ, где сборникам платят зарплаты. А как вы считаете, является ли это главным фактором?